ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России вырос спрос на новые автомобили. По данным агентства Автостад, в первой половине этого года наши соотечественники потратили на покупку машин без пробега почти 900 миллиардов рублей. На 10% больше в сравнении с первым полугодием 2016-го. Лидер по выручке 100 миллиардов рублей – Тойота. На втором месте с показателем 93 миллиарда – Киа. Автовазу досталось 75 миллиардов и третья строчка. ТРАССА 101 Росстандарт поделился очередным отчетом по итогам проверок автозаправочных станций по всей стране. В нем сказано, что пятая часть продающегося в розницу бензина вызывает претензии. Самое распространенное нарушение – превышение содержания серы в бензине и несоответствие заявленному октановому числу. ТРАССА 101 Россияне, собирающиеся выехать на машине за границу, столкнулись с проблемой. Как сообщает коммерсант, в подразделениях ГИБДД по всей стране возник дефицит бланков международных водительских удостоверений. Якобы живая очередь растянулась на несколько месяцев. А через портал Госуслуг документ предлагается оформить тоже небыстро. Министерство внутренних дел проблему отрицает. ТРАССА 101 Правительство страны озвучило еще несколько идей по увеличению популярности электромобилей. Во-первых, владельцев таких машин могут освободить от уплаты транспортного налога. Во-вторых, для них планируется предусмотреть бесплатные парковочные места. В-третьих, это льготные условия покупки электрокаров. Есть также предложения о введении ограничений для авто с двигателем внутреннего сгорания. Им в будущем могут запретить въезд в курортные зоны. Ниссан представил автомобильную систему, задача которой – напомнить водителю о забытых в багажнике или на заднем сидении вещах. Электроника запоминает, открывались ли перед запуском мотора задние двери или багажник. Если водитель не делает то же самое по окончании поездки, на приборной панели появляется специальное уведомление. Данная разработка будет включена в стандартное значение внедорожника Pathfinder. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТООДИН Редактор субтитров А.Семкин